Добрый день. В команде женский вопрос в прессе был. Ситуация на сегодняшний момент следующая, что сестры Косинцевы в ультимативной форме попросили сменить тренера, который привел на Олимпиаде команду в победе. Мы попытались решить этот вопрос путем переговоров. Скажем так, вели довольно долго, буквально на днях, окончательное решение, которое поступило, о том, что девушки отказываются дальше обсуждать. И вот ситуация такая есть, какая есть. И, собственно, федерация имеет ситуацию такую, что мы без двух спортсменов на сегодняшний момент. И надо строить свою подготовку, учитывая, что команда чуть ослаблена, и строите люди. У нас впереди будет первенство Европы, будут готовиться привлекать, может быть, новых спортсменов. Прошел интересный турнир в новом формате Перинск в чемпионат России по бустерам-шахматам, как вы знаете, с подачей с северо-западного федерального округа. Прошел с необыкновенным успехом в том плане, что приехало очень много сильных шахматистов, при том, что призовой фонд был ему мизерный. Что говорит о том, что турнир имеет перспективу, и если в следующем году этот турнир будут брать организаторы, хотелось бы пожелать, естественно, спортсменам, чтобы призовой фонд был увеличен. А так прошли отборы во всех федеральных округах. Интерес очень большой. Командный чемпионат закончился в апреле в этом году. Тенденция прежняя, что там стабильное количество команд. У нас, к сожалению, калитра 12, у мужчин это 12, а у женщин где-то 6. Это значит, что с большим-большим другом женщины и девушки играют в шахматы. Интерес не такой большой, а то, что надо больше работать с молодым поколением, с юно-поколением, чтобы, собственно, была работа на года, а то, чтобы у женщин-большинский шанс был у нас к этому осуществлению. У нас прошло некоторое количество этапов в России и гран-при. Тенденция, которую хотелось бы переломить, это то, что в первой половине проходят гораздо меньше этапов, чем во второй половине. Сейчас во второй половине у нас поставал турнир, и опять же хотелось бы, когда сейчас будет калитарь на 2014 год планироваться, чтобы организаторы планировали и попытались. Планировать так, чтобы перегинстрировать, например, на турниры и на первой половине года. По отзыву, такой маленький вопрос этапов, но, в принципе, Российская Штарная Федерация очень мало приметает в этой крайней мере. Скорее, это даже не отзывы, а приостановка турниров, перенос сроков. По отзыву, который происходит, будет причина, это или не аккредитованная федерация, или не выплата призового фонда. Из-за того, что аккредитации нет, два турнира в этом году перенесены до Ярославия, Рыбинск, Киев, Словенск, Малые города. А по невыплате призового фонда спортсмен практически уже решенный вопрос. Тем не менее, у нас и Дальний Восток нас подводил, нас и Ростов подводил, нас и Москва подвела. Просто большой балл после этого писем идет просьб именно через Российскую Шахту и Федерацию, чтобы вы, как я вам сказал, разобрать вопросы, решали, чтобы лучше выговорить по праву. Ну вот, еще хотелось бы отметить, что в этом году детские соревнования прошли достаточно успешно на стране. Продолжение следует...